Идёт и говорит, я тебе покажу одно из мест. И ангел идёт. И ты передашь об этом на земле. Вы знаете, я увидел место, мы когда проходили, где плакали дети, там, причали, взрослые, разные причали, рухань, крыки. Что это за место? Я думаю, сейчас увидишь. И картина, представьте себе, если кто видел раскалённые плавящиеся металлы жидкие, кто видел плавивую, я видел. Вот эта масса, рожжённая, добила раскалённая эта масса, и в этой массе находится народ, христиане, которые были, добавляю, которые не сохранившие свою святость. И вот там, каким грехом, что грешил на земле, первое, я этого не понимал, этот грех есть, как червь, и жжёт, как огонь, мучить. Он никогда не удовлетворит жажду своего греха. Это вечно. Это одна сторона. Вторая сторона, над ними сильно издевается сатана, и эта рожжаренная масса их ещё мучила. Вот почему просил он, палеца помощи, что там остаётся, а не пусть ухладит рот. Они поклинают, я говорю, а то кто, а то кто, я не знаю, тот проповедник, тот пастырь, тот пророчица, тот хористка, тот такие, тот такие, все. Нет ни одного, кто с мира, не вера, только те, кто были членами церкви. И вот я увидел там картину, там ходит, и одна ходит, очень такая разорённая, и всё, она не может успокоиться. И каждый так подойдёт, смотрит, толкает, толкнёт дарь, то в лоб толкнёт, и так идёт дальше, правит, правит, у кого она ищет. И тут, смотрю, пристало до одного, и с ним там. А он говорит, Христос, видишь, внимательно посмотри на эту картину, передай на землю. Она встретилась с своим пастолом, хладуком. А теперь слушаешь, что она говорит. Она говорит, почему ты мне никогда в церкви не говорил о том, что мне нужно исповедосы каяться? Почему ты никогда в церкви не говорил о очищении, о освящении? Почему ты никогда в церкви не давал, чтобы действовал Дух Святой и пророчества, а ты это всё запрещал? А он не ответил, тебя Библия была? Почему ты меня слушала, а не читала Библию? Вот и всё, что он не ответил. Он, Христос, сказал, передай, что вот такие проповедники, которые сядут с лопан воды, они будут здесь. А те, кто придёт истину, их здесь не будет. Почему я сегодня сказал, что меня многие сегодня не любят, гонят, обзывают, какие угодно, сейчас мне ярлыки дали, поносят, да, Христос сказал, и благодарю за эти слова ухищения, но я знаю, что это не должно. Не должно. Пусть пройдут десятки лет, но это сравнили с вечностью, не должно. Но там меня в аду искать не будут, я там не буду, чтобы сказать, почему ты нам правду не рассказал. Вот какая важность, ответственность лежит на одолении, на служителя. Не идти на компромиссы ни с каким приколом, ни с какими пристраиваться, людям угодить. Богу угодить, я назвал Бог, Богу угодить, но не они. Господь мне сказал, я избираю проповедников, и служителей, обоза их, ставлю, не угождать людям, а Богу. А если угождает людям, то нужен Бог. И знаете, я, если вам рассказал этот ужас, я не хочу этот ужас говорить, что я видел там, каких я видел там этих людей, и как их мучает сатана, и как издевается над ним, это просто ужасная картина. Это адские мучения. И мне говорит Христос, говорит, ну, посмотрите, как они здесь мучаются, когда смотрю, какие в них мучения. А Анна говорит, а ты посмотрю на их глаза. Судык обратил внимательно на их глаза, что у них. И они смотрят в этих глазах, и они говорят друг другу, ой, хотя бы с королей суд. Может быть, на суде наше положение не меняется. А Христос говорит, не так, а они, а вечно здесь. а в них еще малейшая, там есть мерцающая надежда, что может насуть, какая-то хоть бы чуть-чуть милости. А вот все уже. Потому что место, где до суда, там есть место до суда. А кто уже промо в ад, а тут уже промо в ад. А кто в числе церковь, а кто в числе церковь. Церковь там, и до суда тоже своя. Ну, почему я это знаю? Потому что мой дедушка верующий, всю жизнь был, все в церкви верующие. Ну, он был просто хороший семьянин, хороший хозяин. Хороший. Но как христианин, я его помню. О, придешь к нему, сынок, почитай Библию, почитай. Ну, и все, хватит, пошли работать. Все. Он привез в собрание, молился, все, его больше ничего не интересовало. Он был такой человек. И когда я пришел, бабушка там. Ну, моей бабушке, я говорю, в частности, в поведях, это тот человек, мама и бабушка. А нигде, ну, не встречал, чтобы так жила невестка со свекровой, как родная дочь с матерью. А так и не жил. Ну, и знаете, я никогда, когда бы я ночью не проснулся, не встал, я не видел, чтобы бабушка спала с мамой. Они на коленях. У бабушки были такие дорожные колени. Она мне сказала, Вася, а я знаю, что после, даже если я и умру, но после моей смерти ни одна душа из моей семьи не будет в одну быть спасена. А когда они были атеисты, безбожники, коммунисты, я отдала из Господа. по-настоящий день все дети и внуки верующие, крещённые Духом Святым и принявшие его на крещение. Все! Не только дети, но и все многие. Анарам, и я спросил, баба, а где дед? Я говорю, а его, к сожалению, здесь нет. А почему? Здесь церковь, а вот там, где-то сон. А почему? А потому, что он был, говорит, хороший хозяин и плохой христианин. Он мало искал Господа. Он мало и умновал. О Бог! И потом, это уже последнее, когда мы пришли, я опять поговорил ещё кратко, дала нам его возможность с Павлом, с Стефаном, с Иоанном и с Петром, потом с этими умершими нашими братьями и сёстрами и своими, с сёжей, с родственниками, с бабушкой, и каждый передаёт своему. Слушай, там передай, там передай, там каждый хочет что-то передать. И вот здесь в этом...